Самое главное, в любых сложных ситуациях никогда нельзя падать Духом. Человек, который умеет сохранять бодрость Духа, всегда найдёт выход из любой напасти. Всегда, в каждой ситуации оставайтесь Человеком. Объединение людей — залог выживания человечества. Изменение климата на Земле и значительное повышение температуры воздуха в различных регионах планеты создают условия для возникновения лесных пожаров. В засушливой среде достаточно одного удара молний или какое-либо неосторожное действие человека, брошенный окурок, разведённый костёр или выжиг травы, чтобы возгорание территории привело к катастрофическим последствиям. Во время сильных пожаров увеличивается количество вредных примесей в воздухе, а это сильно влияет на экологическую обстановку, для изменения которой может понадобиться не один год и огромные средства на восстановление. Так же, как и в любой другой экстремальной ситуации, при пожарах в первую очередь необходимо сохранять присутствие духа и не терять самообладание. Любая проблема и, казалось бы, безвыходная ситуация всегда разрешима при том условии, что человек, не впадая в панику, сохранит самообладание и будет действовать дружно и слаженно с другими людьми. При возникновении лесных пожаров необходимо как можно быстрее повестить окружающих людей и соответствующие службы в вашей местности. Такие пожары сложно потушить и без помощи профессионалов здесь не обойтись. Эффективность и быстрота ликвидации очага возгорания зависит во многом от осознанности людей и от того, насколько быстро будут проинформированы соответствующие службы при обнаружении пожара. Узнав о стихийном бедствии, необходимо быть готовым к быстрой эвакуации и помощи другим людям. Если будет необходимо, покинуть опасную территорию как можно скорее. Во время эвакуации важно взять с собой предметы первой необходимости и документы. Если эвакуация невозможна, необходимо найти безопасный район. Лучше всего для этого подходит открытое пространство вдали от очага возгорания. Находясь в помещении, нужно как можно тщательнее герметизировать его и перекрыть вентиляционные каналы, чтобы не погибнуть от отравления дымом. Необходимо воспользоваться ватномарливыми повязками и респираторами для того, чтобы обезопасить дыхательные пути от дыма. Для этого подойдут также куски ткани и полотенца. Если во время пожара вы оказались в лесу, сохраняйте спокойствие. Определите направление движения огня, чтобы уйти в безопасном направлении. Движение огня обычно происходит в направлении ветра. В случае стремительного приближения огня необходимо отступать как можно быстрее, пытаясь обойти пламя с наветренной стороны. Открытые участки тела, лицо, голову и другие, нужно закрыть одеждой. Перемещаться рекомендуется подальше от деревьев. Если шансов покинуть зону возгорания нет, нужно найти водоемы и наиболее возвышенные каменистые или открытые пространства. Необходимо знать, что находиться возле деревьев нельзя, так как они могут загореться и упасть. В условиях стихийных бедствий самое главное – проявление человечности, участие и взаимопомощи людей друг к другу. Добро, созидание, взаимовыручка, помощь людей друг к другу – все это и есть самые универсальные и действенные методы разрешения любых проблем и ситуаций. Подробнее о том, что делать при пожарах и как помочь другим, читайте на сайте geocenter.info. О климатических событиях в мире и решении климатических проблем читайте также на сайте allatradefacescience.org и в докладе ученых AllatRaScience о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле и эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире. Субтитры создавал DimaTorzok